Армас из Казахстан, Сазирьбенбергей и Жайдар Аманапек, город Тарас. Мы говорим о выборах, и я отвечаю на вопросы, которые есть у ребят из Тараса. Жайдар Ассалям. Салам алейкум. Меня слышно нормально? Какие там вопросы есть у вас, я могу ответить? Ну тут просто у людей возникают вопросы. Многие вообще не понимают, что такое умное голосование, что такое ОСДП, что вообще существует ли ОСДП. Такая партия, они вообще не знают. Ну есть такая полумертвая партия, да. Да-да-да, и предварительно хотелось бы, конечно, вас поздравить с тем, что получилось определенных людей переубедить. Если не напрямую, то косвенно. Сегодня такая новость, как, точнее вчера, да, это вчера же было? Мухтар Аблязов решил, поменял свой взгляд, как бы сказать, решил тоже быть за наблюдателей. Или, грубо говоря, так скажем, он перетянул очередной раз одеяло на себя, он не упомянул никого, ни наблюдателей. Да, как будто это его собственная идея, да. Да, хотя сколько месяцев вы это талдычили об этом. В общем, смысл таков. Конечно, мы не поддерживаем его, ну, лично я не поддерживаю его, потому что я знаю, какой это человек, что в свое время в бытность БТА, банка, он придумал двойные проценты, то есть обманул народ, грабил народ. Но, но, так как это наша страна, так как мы знаем, что политик – это лицо народа, и он должен прогибаться под мнение народа, под страну, под идеи будущего, следующего поколения, то, соответственно, кто бы ни был Мухтар, нужно как-то объединяться. Вот первый вопрос, первый вопрос насчет умного голосования, что это такое, и потом, что такое ОСДП. Ну, вот смотри, Жайдар, ты, в принципе, знаешь, что такое умное голосование и сам. Я бы хотел, чтобы ты вопросами лично от себя, которые тебе непонятны, или которые, в принципе, ты не можешь объяснить другим зрителям, чтобы ты мне задал уточняющий вопрос, именно который тебе кажется сложным. А я сейчас для начала сделаю вводное. Значит, получается так, я просто приведу пример, что сделали по Московской городской думе, потому что умное голосование бывает разным. Умное голосование в Хабаровске, в Иркутске, в Гамбии, в Польше, в Варшаве, в Украине, в Беларуси и так далее. Они были разные. Но наиболее близкое к нам, это умное голосование, которое сделано было в Москве. Вот получается такая ситуация. Значит, получается 45 округов, Жайдар. 45 округов. Делаю тебе, как бы, мостик на 216 маслехатов. 45 округов, где в каждом округе из пяти кандидатов в среднем избирается один депутат. Народ приходит, в бюллетене стоит пять фамилий. Из пяти фамилий он выбирает одного человека. И так как, допустим, не зарегистрировали Кощея партию, Арман мой, наш Шиндык или кого-то, допустим, ДПК, ДВК, Кощея и так далее. Что делать нам? Или делать по принципу Жамбулату Мамая, значит, меня не зарегистрировали, значит, я все, в вашу столовую не зайду, я не буду вообще в ваши выборы, все, я капризный мальчик, все, я бойкот обеляю. Либо это сделал мудрый Навальный, который говорит, хорошо, нас не приняли в эти правила игры, мы будем все равно ломать правила игры для правящей партии, даже через вот эти полупровластные партии. И вместе сообщаются и говорят, так, дайте мне информацию по пяти кандидатам в каждом округе. И все начинают публично искать информацию. Вот поэтому по 45 округу, значит, там такой-то, из такой-то партии, такой-то, из такой-то партии, у него там, он был коррупционером, был проституткой, вот это был кандидатом наук, вот этот патриот, этот сидел в тюрьме, все обо всех опубликовали. Теперь все оппозиционные силы приходят и говорят, договоримся, давайте сидим за стол и выясним. И выясняют, по 45 округу самый сильный кандидат, самый мощный кандидат, ну да, понятное дело, что он слабее, чем Навальный, чем Яшин, чем Соболь, но из тех кандидатов, которые есть пять человек в бюллетене, Андрей из Яблока, это самый сильный кандидат. Все, все проголосовали и действительно Андрея сделали депутатом. А вот этот Нуратановский вариант с Единой России, кандидат, провалился. 44 округ смотрим, так, выясняется, что Оксана из КПРФ лучше всех. Все, договорились и все проголосовали, всем народом агитировали за, там, вот эту Оксану из КПРФ. По 43-му пропагандировали за, там, Лешу из партии, там, Жириновского. Ну и вот таким же Макаров, у нас более сложное голосование, самое сложное из всех вариантов, которые есть вообще, как бы, ну, из известных мировых случаев. Я этот вариант назвал Эврика. Суть такая. Значит, в Тарасском регионе, Джамбульской области, мы собираемся, вся оппозиция и смотрим. Значит, у каждого избирателя в Таразе, в Джамбульской области будет три бюллетеня. Первый бюллетень – это Мажлис. Второй бюллетень – это Джамбульский областной маслехат. Третий бюллетень – это либо город, либо районный маслехат. Три бюллетеня. Все, значит, все партии сейчас опубликуют свои партийные списки по Мажлису, по Джамбульскому областному маслехату, по Джамбульскому городскому маслехату или там по какому-то району. Все, опубликовали. Это случится буквально через недели-две. Понял, да, Жидар? Оно будет в газетах опубликовано, на сайтах этих партий. Мы их публично разберем на косточки по каждой фамилии и узнаем, сколько негодяев и сколько патриотов в каждом списке. Исходя из соотношения патриотов и негодяев в каждом списке, мы поставим бал каждому партийному списку. И поймем, что по Джамбульскому городскому маслехату самый лучший кандидатский список дал Акжол. Значит, мы за Акжол голосуем. По Джамбульскому областному маслехату мы смотрим каждый список, публично разговариваем, публично обсуждаем и говорим... Как это ни странно, самый лучший список по Джамбульскому областному маслехату АУ или ОСДП. Значит, мы вместе будем голосовать за этот вариант. Мы не обращаем внимание на название партии. Мы не определяем лучший список по названию партии. Мы не определяем лучший список по программе. Мы смотрим на то, кто эти люди. Потому что они могут красивые программы написать. Практически программа у всех партий будет более-менее одинаковая. За все хорошее против всего плохого. Поэтому, условно говоря, 20 человек в Джамбульске областной маслехат от Акжола, 20 человек от ОСДП, 20 человек от Нурадана, 20 человек от АУЛа, 20 человек от... Мы смотрим. Так, и начинаем персонально смотреть. И выясняется, что, допустим, у Акжола все люди известные, в скандалах не замечены, в коррупции не замечены. Каждый из них делал известный там блогер, или там делал громкие заявления, или сидел за народ в тюрьме. В принципе, мы вот так определяем, что вот этот список самый лучший по сравнению с другими, где там очень высокий процент негодяев, коррупционеров, насильников, скандальных людей. Понял, да? Можно теперь перебить, да? В общем, смысл таков, вашей идеей, то, чтобы продвинуть определенных, более-менее нормальных людей в парламент, правильно? И так далее, во власти. Да, но, допустим, Аблязов, он сейчас говорит, что именно конкретно одну партию ОСДП. Ходить с нее, голосовать за нее, ну и, в общем, полностью топить за нее. Тоже пойдет, но это более упрощенный вариант. Ну вот представьте себе, знаешь, это чем хороший вариант? Мы, в принципе, выбирали же два варианта. Значит, вариант только ОСДП. Это мы до вчерашнего дня проводили шесть месяцев переговоры. Каждую неделю встречались с Асхатом Рахимжановым, с Айдаром Алибаевым, с Тазабеком, с Амбитпаем, там Куат Кумбулатов, Ролан Машпиев и так далее, и так далее. Встречались с ними. Талгат Алиев. Мы предложили пять гарантий против Кусановщины. Если мы сотрудничаем с ОСДП, нам хотелось бы гарантий. Мы перечислили эти пять гарантий. Первая гарантия. У них в полицовете сидит 27 человек. Они могут стать коллективным Кусановым, которым могут сказать, значит, мы признаем итоги выборов. Вот когда, вот, кстати, вот Аблязович сказал же вчера, что почему он был за бойкот в прошлом году, а в этом году против бойкота. Якобы потому, что Кусанов единолично может принимать решение. Помнишь? Да-да-да, говорил. Ну, это ложь, потому что Асхат Архимжанов, как председатель партии, как председатель любой партии, может выйти в народ, к журналистам и сказать, что да, мы признаем, значит, 10%, которые по экзит-полу или по первичным каким-то данным, еще не до конца полным, у него по уставу... Вот я сейчас тебе просто покажу документ, чтобы потом мы к нему не возвращались. Я сейчас тебе покажу. Вот он, документ. Значит, тебе видно? Сейчас видно, да. Вот смотри, это получается выдержка из устава партии. Председатель партии. Ну, когда будете внимательно, когда будете стоп-кадр нажимать, вы, в принципе, все увидите. Но сейчас я обращу внимание на две строки. Практически это 9.11, это полномочия только одного председателя партии. Он имеет право даже вне демократии убрать любого председателя филиала. Сейчас ускорить, чтобы потом, в принципе, мы быстренько перешли к самому... Походу, я пока тоже могу задать вопрос. Да, этот вопрос возникает у людей. Говорят, а почему может у СДП же, ну, как бы сказать, извиняюсь за выражение, спрыгнуть, да? Спрыгнуть может легко. Вот сейчас буквально смотри, сколько прав у председателя партии. Он может сделать все, как Кусанов. Поэтому Облязов, во-первых, не юрист, и он никогда не замарчил себе голову чтением законов, поэтому он в этом отношении не пытается сделать. Вот смотри, я нажал плюсики. Я нажал плюсики, и вот смотри, я выписал те два пункта, которые просто четко отвечают Облязову. Такой пункт есть в любом уставе любой партии. Но если мы рассматриваем СДП, я тебе конкретно отвечаю. Председатель партии может принимать решение по всем вопросам, отнесенным к деятельности партии вне компетенции съезда. И второе. Бездоверенность имеет право выступать от имени партии. Хорошо. Ты понял, да? Да, это я понял. Ирики, смотрите. Теперь, если, допустим, вариант ОСДП соскочил, что делать? Мы изначально ориентируемся на то, что это возможно, правильно? Мы на это будем готовы. Более того, это, скорее всего, возможно. Да, скорее всего, возможно, да. Но мы будем голосовать, как вы говорили, против, как галочка против Уротана, да, чтобы обвалить его голоса. Значит, смотри, мы, смотри, поэтому рассматриваем вариант А и Б. Всегда надо запасной вариант иметь. Вот я четко говорю, при варианте А, когда ОСДП идет на встречу и говорит, ну, вы мне скажите, что я должен сделать, чтобы мне поверили, да? Мы говорим без проблем. Пять вопросов. Первое. 27 членов у вас в полицовете. Добавьте 7 от гражданского общества. Это настолько компромиссный вариант, что, в принципе, любой дурак на месте УСДП согласится. Но пока они отказываются. Мы предлагаем там таких людей, как Фатима Джандосова, Тимур Токсиитов, Ренат Заитов. Но они ответили, мы таких людей не знаем. Ну, пытаются какую-то дурачка включить. Мы поэтому этим... К издевательству, что ли. Ну, ладно. Второй момент. То же самое в областные советы. Если у них в областных советах в среднем сидит 5 человек, мы предложили 4 человека. Ну, ладно, 3 человека от гражданского общества. Они тоже не будут большинством, но будет некой страховкой для нас. 3 а-ля Тихановская. Когда Тихановская на выборах в Белоруссии сказала, все протестные группы, вы должны мне верить. Почему? Потому что я вам сегодня заявляю. В случае моей победы я торжественно, публично обещаю назначить выборы через 6 месяцев. И произвести перевыборы президента. То есть я, даже получив полномочия на 5 лет, отказываюсь от них и буду через 6 месяцев снова баллотироваться или уйду в отставку со всем. Вы сами будете участвовать в выборах. Я зарегистрирую и Цепкало, и Бабарыка, и всех остальных. И Сергея Тихановского и так далее. Свободные выборы. Нравятся протестным группам? Конечно. Они скажут, да, мы будем поддерживать Тихановскую, потому что она это обещает. У СДП на это пока не согласна. Мы предлагаем паритет в списке кандидатов в депутаты, чтобы по несчетным числам, 3, 5, 7, 9 и так далее, 99 были от КГУ, от Гражданского общества. Тоже пока минус. Дальше. Итоги выборов. Косановщина, что это такое? Конкретно в чем вылилось? В том, что по итогам выборов он, не дожидаясь протоколов, наблюдателей, сказал, что я признаю поражение. Признаю свои там 16%. Мы говорим, у СДП должна сделать простое заявление. Торжественно обещаю всем, что мы не будем до получения 100% протоколов какие-либо преждевременные заявления делать. Айдар Алибаев говорит, что это все для нас унизительно, мы такие унизительные заявления делать не будем. Я говорю, ничего унизительного в этом нет. Это, наоборот, вызовет только доверие к вам. Вы можете сделать как интервью. Условно говоря, вам задали такой глупый вопрос. И вы можете даже сказать, на такой хамский, унизительный, глупый вопрос я все-таки хочу ответить, что мы таких заявлений делать не будем. Нормально же, да, Жедар? Нормально. То есть, в принципе, мы предложили 5 самых таких простых вещей, которые не требуют даже 50 на 50 в полицовете, 50 на 50 в облсовете и так далее. Никаких страшных вещей мы там не предложили. Теперь у нас есть план Б. Вот про тот вариант, когда мы думаем, что, допустим, ОСДП может кинуть, и если кинет, что будем делать? На уроках Косанова мы должны заранее приготовиться к такому предательству и сказать так. Во-первых, мы проголосовали. От ОСДП не зависит, как мы будем голосовать. Мы проголосовали, обнулили Нуратан, лишили Нуратан 50%. 50% это право формировать правительство, право избирать Акимов и так далее, и так далее. Там Конституционный суд, Конституционный совет, Верховный суд, Генеральный прокурор, председатель КНБ, МВД, премьер-министр. Все. На этом точка. Мы хотим сделать так, чтобы они не получили и 50, и 40, и 30%. Теперь второй момент. Это от ОСДП, от Архимиджанова не зависит. Вот мы просто их используем как просто элементарно, как средство подавления Нуратана. Теперь дальше пошли. Сколько получат ОСДП и Нуратан, тоже от Архимиджанова не зависит. Это зависит от наблюдателей, которые проконтролируют, обеспечат честные выборы, проконтролируют, чтобы показали каждый бюллетень на видеокамеру и так далее. Получается, Асхат, Архимиджанов, Кусанов могут сколько угодно говорить про свои 16%. Если по протоколам и все протоколы люди будут вытаскивать, невзирая на демотивирующие заявления ОСДП, Архимиджанова, Кусанова, что все, прекратите, не берите эти протоколы, не боритесь, ничего, все, мы произойдем в поражение, мы будем все равно драться, вытаскивать протоколы, потому что для нас главная задача провалить Нуратан. И нам нужно вытащить настоящие цифры по Нуратану. Когда мы вытащим 100% протоколов по 10 тысячам участкам и покажем всему народу, а подсчет у нас будет мгновенный, я тебе говорил, что у нас будет электронно-цифровая АИСУ, Сайлау, Даус, который фактически мгновенно подсчитает в ночь на 11 число. Так вот, в случае, даже если будут тысячи таких заявлений от Архимиджанова, что мы признаем поражение, мы терпеливо боремся за протоколы, вытаскиваем их, потом выходим на митинг, все равно, независимо от заявления Архимиджанова или УСДП. И тут тоже УСДП на нас повлиять не может. УСДП играет роль только в одном месте, в том, что она попадает в бюллетень. ДПК не попадает, ДВК не попадает, Шиндык, Арман и другие не попадают. Поэтому мы просто используем это средство для того, чтобы проголосовать против Нуратана. Для нас УСДП это графа против Нуратана. А потом все, мы от Архимиджанова ни в чем не зависим. Мы выходим на митинг. Скажем так, примерно с 20.00 начинается подсчет голосов. Народ должен собраться возле участков и создать вокруг избирательной комиссии психологическую атмосферу, при которой создается невозможно не выдать протокол. Невозможно сделать так, чтобы был скандальный подсчет голосов. Потому что эта толпа будет улюлюкать, будет не выпускать избирком, пока они не дадут протокола, пока они не сделают подсчет голосов. Потом, когда закончился подсчет и вырвали зубами этот протокол, все вот эти маленькие мини-митинги, и здесь Аблязов с нами согласен, 10.00 они вот начались без транспарантов. Мы просто толпой по 100-200 человек закупорили все выходы, входы в эту школу. И запасной выход, через который попытается избирательная комиссия тихо-тихо улизнуть. Короче, закупорили и в избирательной комиссии Акимат, КМБ, МВД, они ничего не могут сделать. Они понимают, что действительно и они имеют право на протокол, на честный подсчет, на показ бюллетеней и так далее. Потом, когда мы вырвали 10 тысяч протоколов и опубликовали, и сделали моментальный подсчет, и вся страна узнала, сколько получил Нуратан, и сколько получила УСДП, мы потом выходим на митинги в центре каждого города, каждого райцентра. Теперь смотрите, все это будет работать, если действительно будет многочисленная поддержка и со стороны наблюдения, и со стороны народа. Плюс еще нужна агитация, потому что многие, я же как говорил, даже УСДП что такое не знают, они не понимают, а кто там говорит депутатам конкретно из УСДП? Такие вопросы возникают. Давай сейчас разделим на два вопроса. Смотри, ты сказал по поводу наблюдения и по поводу УСДП. Давай по очереди. Значит, на сегодняшний день я практически думаю, что 95% бойкотчиков уже готовы за наблюдение. Они пишут посты за наблюдение. Если половина бойкотчиков ушло уже в выборщики, а половина бойкотчиков, которые остались, из них 95% выступает за наблюдение. Они признают, да, наблюдение в любом случае нужно. Бойкот или не бойкот, все равно наблюдение. Теперь получается, плюс еще Аблязов, ДВК, ДПК, КОЩЕ партия, они все выходят в наблюдение. Про то, что они пойдут в кандидаты в депутаты, это плюс, но сейчас не об этом речь. Мы говорим, наблюдателей будет очень много. Каждая партия, каждое движение, каждая политическая группа, каждая будет стремиться сейчас войти в наблюдателей. У нас будет очень высокая плотность. На каждом участке у нас будет отряд наблюдателей. Плюс еще машины с видеорегистраторами у входа, чтобы считать, сколько зашло и вышло. И фиксировать любые группы, которых подвезли организованно, и их возят автобусами между участками, чтобы они имели дополнительные голоса. Теперь по поводу УСДП. УСДП, можно? Да-да. Смотри, по поводу УСДП. УСДП нам говорят так. Давайте нам списки кандидатов в депутаты, которые готовы зайти. Мы им дали списки, но условием, что вы можете с ними напрямую поговорить, мы на них влияние не имеем. Но они не зайдут, пока вы вот эти гарантии не дадите. Я сегодня разговаривал, Салматый позвонил, кандидат в депутаты, он уже сам записался, все, член партии, УСДП от нас. А теперь он думает, если они не подписали как бы вот эти пять гарантий, какая гарантия есть для меня, что меня не кинут и так далее. Значит, по большому счету, даже если такой риск есть, я говорю, ребята, заходите, просачивайтесь, договаривайтесь со СХАТом лично, со Стазобеком лично, там, с КУАТом Кумбулатов лично, договаривайтесь сами. Если понравитесь, они вас ведут в список кандидатов-депутатов, вы 500 долларов заплатите за участие в Маслехатах, а если ты кандидат-депутаты Мажлиса, то ты должен заплатить полторы тысячи долларов. От УСДП мы никаких финансов не просим. Получается, мы говорим, самый лучший вариант, конечно, был, когда пять гарантий, но если даже пять гарантий нет, заходим, еще дополнительно для избирателей создаем дополнительную мотивацию прийти на участок, проголосовать именно за УСДП против Нуратана и тем самым уменьшить долю Нуратана. Чем больше избирателей протестных придет, тем меньше будет у Нуратана голосов. И получается, все, которые, вот твои ребята, придут в офис УСДП в Джамбуле, в Таразе, они должны желательно при свидетелях толпой прийти и сказать, вот, Куке, мы с тобой, Ерике, Маке, мы хотим с тобой честно поговорить. Вот просто, мы сейчас 10 человек, мы хотим вступить в партию. Мы хотим вступить в предвыборную кампанию как кандидаты в депутаты. Просто нам скажи честно, как нам с тобой работать? Что ты нам гарантируешь? И так далее. Какая программа? И так далее. Позже вопрос. Давай. Если вы помните, где-то полгода назад, наверное, такое уже было. Помните, мы хотели в УСДП войти, и потом во всех областях это они просекли и пресекли, в общем. Да. И потом даже Жамбулат хотел через БАПИ просочиться в УСДП и стать там лидером? Нет. Это было же еще до Рахимжанова. Это было до 6 сентября. Да, да, да. Но этого я говорю, когда уже несколько месяцев прошло. Польше полгода даже. Короче, одним словом, смотри, одним словом, значит, сейчас у УСДП возникает сложная ситуация. У них 27-го заявлен съезд партии. До 27-го это получается у нас сегодня 18-е число, осталось 9 дней. Так? УСДП сама по себе, ну, не подписывая вот эти 5 гарантий, она сталкивается вот с такой нехорошей ситуацией. Она не хочет идти на 5 условий, потому что думает, что у них власть уменьшится немного, да, и они думают, надо будет с кем-то договариваться внутри полицовета, внутри облсовета, но при этом у них большинство. И в то же время они идут на 27-е число на съезд, при этом не имея нормального сильного списка кандидатов в Можлис. То есть, они могут набрать 10-20 человек и все. А мы им говорим, вот, по закону вообще в Можлис можно давать 98 человек плюс еще запасных всего 127 человек. Мы готовы дать 127 человек. Самых-самых знаменитых, начиная от Рената Заитова, там, Нармбая, там, если был бы еще кто-то другой, допустим, Кажигелин, и его, если, кого хотите, кого хотите, мы дадим. Уговорим, потому что, в принципе, мы всем общим сообществом идем на эти пять гарантий. Самый любой дурак, самый недоверчивый, самый фоманевирующий придет в СДП, если вы подпишите вот эти пять гарантий. То же самое по вот этим областным маслехатам, городским маслехатам, районным маслехатам. Там же огромное количество людей. Получается, у нас в стране 3500 депутатских вакансий. У СДП даже 5% заполнить не может. Мы с тобой говорили, сколько же людей в партии. Официально в партии 148 тысяч. Но мы понимаем, что это пустая партия. На сегодняшний день там 5 человек нету в каждой области. Это реально. И то один человек председатель, который занимает высокую должность, а остальные их на бумаге и их нету фактически. Мы предлагаем просто-напросто. Вот у вас есть пустая вывеска регистрация, а у нас есть количество людей. Мы можем 3000-4000 людей привезти. Мы можем призвать и к ОЩЕ партии, и ДПК, и ДВК, и все там О'Ян, Казахстан все придут. Понятно, да, вот я перебью. Смотрите, просто по тому, по той информации, которая вот сейчас есть, можно небольшую консолидацию и итог сделать. Айдар Алибаев, это вот тот, который, пенсионный фонд, с ним связан, да, вот этот человек? Он в партии занимает должность заместителя Рахимжанова. Я раньше его смотрел, вроде нормальный мужик, но такие слова и вещи, которые он сказал, что не знает определенных людей, Рината Заитова и так далее, это очень странно. И потом, я бы сейчас доказать, скажу, само поведение ОСДП тоже по опыту прошлому, как они все делали, как они попи выгнали и так далее, это тоже не очень, как бы сказать. И мы должны уже готовиться к тому, что они, скорее всего, сольют, сольются. А их слив, мы должны сделать так, чтобы их слив не выстрелил, чтобы они, даже сделав такое заявление, никого ничем не удивили и никого не остановили. Мород, что это, не удивился, да, поэтому... не удивились и не остановились. Чтобы мы все равно забрали протокола, все равно мы должны добиться дойти, забрать протокола, все отснимать, сражаться и так далее. Нас выгоняют, мы должны между соседними участками быстро поменяться, если надо, мобильная группа приедет, которая привезет запасных наблюдателей. Мы должны быть готовы к любым провокациям КНБ. И чихать хотели на ОСДП. С того момента, как, смотри, вот мы от ОСДП не будем зависеть фактически после того, вот по Мажлису, с того момента, как съезд состоялся 27 числа и кандидатов уже отправили в ЦИК, уже Асхат Рахимжанов ничего сделать не может. С того момента, когда по областным маслехатам до 10 декабря отдали список в областные избирательные комиссии, городские, районные, с этой секунды ОСДП вообще ни по каким партийным спискам уже ни на что влиять не может. Все, они уже нам не нужны. Кандидаты, какие надо, зашли, какие надо, люди сами зашли в партийные списки, депутатские списки опубликовали, все, мы уже просто-напросто говорим, вот флаг, вот списки кандидатов, депутатов, голосуем, проголосовали, пронаблюдали, вытащили протоколы, вышли на митинг. Ни на одном из этих этапов у СДП Рахимжанов никакой роли не играет. В общем, цель ясна, сам бойкот мы тоже уже проходили, точнее, наша страна проходила, и он был безрезультатный, один день, по-моему, на следующий день еще тоже было, да, что-то после выборов, бойкотчики выходили, и все на этом. Потом, смотри, ты заметил такую вещь, бойкотчиков, смотри, вот у нас 10 тысяч участков, правильно? У нас 14 областей, 3 города, у нас 161 район, у нас 87 городов, а митинги бойкотчиков были всего лишь в двух, может быть, еще, в крупных городах, Алматы, понимаешь, то есть практически те люди, которые тоже против Нуратана, они нигде не выходили, то есть получается, они свою энергетику и свой протест нигде не могут реализовать, нигде. Бойкотчики не могут предложить 99% территории страны разумный протест. Мы предлагаем, а в отличие от 1%, который предлагают бойкотчики, мы предлагаем 100% территорию, везде ты можешь реализоваться, везде можешь оформить свой протест и сделать так, чтобы ты лишил власти в каждом своем городе, в каждом своем районе. Результативность превышает силу бойкотчиков, ну, получается, в 100 раз в этом отношении. И потом, еще один момент, допустим, когда бойкотчики настаивают на митинге 10 числа днем, это тупизм, потому что мы говорим, вот вы проводите свои митинги, малоэффективные и маленькие, они дают результат? Они дают отрицательный результат в том плане, что вы еще сильнее запугиваете народ, который уже видит страх, вот этот, автозаки, маленькая кучка людей, которая окружена там полицейскими, которых в 10 раз больше, чем протестующих, вы создаете отрицательную картинку, вы вызываете у народа аллергию против митингов, лучше такие митинги вообще не проводить и стараться проводить один раз митинг в году, но такой, чтобы народ чувствовал свою силу, свою мощь. жалкий митинг это демонстрация своей слабости, жалкий митинг это демонстрация слабости оппозиции, теперь каждый во власти будет думать, что оппозиция вообще такая маленькая и мизерная, вы дискредитируете оппозицию такими митингами, мы предлагаем другое, мы предлагаем 10 числа молча наблюдать, молча голосовать и ждать подсчета голосов, подсчет голосов закончился, с этой секунды, когда у всех опубликованы протоколы, опубликованы видео по материалам фальсификации на ютубе, когда уже мы видим, что у нас обманывают, у нас пытаются украсть голоса, народ разозлен даже в маленьком аркалаке, в маленьком женатасе, в маленьком арысе и так далее, везде народ поднимается и полицейских ни на что не хватает, тогда этот митинг остановить нельзя, тогда это нормальный мега-митинг, тогда это Белоруссия и Кыргызстан в одном флаконе. Я за результат. В принципе, Ирика, все ясно? Такие моменты были. Остальное у вас в принципе на сайте есть, как наблюдать и так далее, и так далее, это уже в принципе все, кто захочет, тот найдет. Я сделаю еще дополнительные уроки конкретно чисто наблюдателям, что обратить, на что обратить внимание и так далее. Все тогда, Жадар, всем твоим друзьям в Джамбульской области, в Таразе и во всех других регионах, ребята, все приходите ко мне, если у вас есть вопросы, я всегда доступен, всегда могу ответить на вопросы в прямом эфире, могу ответить вживую, никогда не уклоняюсь и так далее. У меня в искомере нету, я спокойно, доступно, со знанием закона, нюансов, объясню и отвечу на все моменты. Рахмед Джейдар. Счастливо.